МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отсутствие подъездной дороги и нехватка кадров. Глава региона Александр Цибульский посетил станцию по борьбе с болезнями животных и обсудил с коллективом учреждения насущные проблемы. ОРВИ и не думает отступать. В связи с ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями среди дошколят Роспотребнадзор ПАНАУ рекомендовал ужесточить утренние фильтры при приеме детей в детские сады. ЕГЭ раньше времени. В регионе стартовал досрочный период сдачи единого госэкзамена. Порядка 20 выпускников изъявили желание сдать экзамен раньше основного потока. Чиновники вышли на лед. В Наринмаре прошел товарищеский матч по хоккею с участием сотрудников окружной администрации. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нижалова. Подвели итоги работы и обсудили планы на предстоящие два года. В Наринмаре сегодня прошла 10-я конференция судей Нинецкого округа. Мероприятие прошло при участии главы региона Александра Цибульского, председателя окружного собрания депутатов Анатолия Мяндина и главного федерального инспектора ПАНАУ Александра Бебенина. В приветственном слове к участникам конференции глава региона Александр Цибульский отметил, что согласно статистике, жители Нинецкого округа и страны в целом все чаще обращаются в суды для защиты своих прав. Если посмотреть статистику, социологию, наши люди, по крайней мере в нашем округе, да и в стране в целом, начинают все больше и больше с каждым годом доверять судебной системе. Это говорит о том, что вы делаете большую работу, и вы делаете ее правильно, и ваши решения являются справедливыми. И вы, с одной стороны, стоите, являетесь такой истинной в последней инстанции для многих людей, с другой стороны, стоите в авангарде такой цепочки справедливости для человека. Справедливость, я когда-то мы с вами встречали, я говорил, я считаю, что для вас это, наверное, основное слово, и я с огромным уважением отношусь к вашей профессии, честно говоря, считаю ее, наверное, одной из самых сложных. Председатель собрания депутатов Нинецкого автономного округа Анатолий Мяндин также отметил важную роль судебных органов в жизни округа. Четкая профессиональная работа судебной системы является гарантом стабильности развития государства, укрепления гражданского мира, упрочения цивилизованных правовых отношений. От объективного, беспристрастного и своевременного рассмотрения дел в суде зависит степень уверенности наших жителей в защите своих интересов, вера, справедливость. С основным докладом на конференции выступил председатель суда Нинецкого автономного округа Евгений Мартынов. Он подтвердил, что в 2017 году жители региона стали чаще обращаться в суды для разрешения гражданских и административных споров. И несмотря на возрастающую нагрузку, дела рассматриваются в установленные процессуальным законодательством сроки. Случаи длительного рассмотрения судьями дел единичны. Все дела уголовные рассмотрены, установлены законом сроки. Почти 80% уголовных дел в 2017 году были рассмотрены в срок до полутора месяцев. 18% в срок от полутора до трех месяцев. И 14 дел были рассмотрены в срок от трех до одного года. В ходе конференции также прошла церемония награждения. Евгений Мартынов вручил переходящий приз Фемида и благодарность Совета судей мировому судье Татьяне Шевела и членом трудового коллектива судебного участка номер 1. Победителем конкурса название «Лучший судебный участок мирового судьи Ненинского автономного округа 2017 года». Судейское сообщество региона собирается на конференции один раз в два года для подведения итогов работы, а также для определения задач по повышению качества и оперативности осуществления правосудия, защиты прав и интересов граждан. Сегодня в рамках конференции на альтернативной основе прошли выборы Совета судей Ненинского округа и делегатов от судебного сообщества на Всероссийский съезд судей. Александр Литков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Глава округа Александр Цибульский ознакомился с работой станции по борьбе с болезнями животных. Ознакомительная экскурсия началась с посещения пункта временного содержания животных. Затем делегация отправилась непосредственно в здание лаборатории и лечебный корпус. Подробнее о том, как проходил визит в материале Ольги Русул. Высоких гостей постояльцы пункта временного содержания животных приветствуют громким раскатистым лаем. Ознакомительная экскурсия начинается именно с этого подразделения станции, так как от горожан часто поступают жалобы на ненадлежащее содержание животных. Из 40 отдельных боксов пустуют всего пару. И чтобы своими глазами увидеть, как живется собачьим сиротам здесь, Александр Цибульский лично заглядывает в вольеры. Для щенков и кошек на территории пункта оборудованы теплые балки. А потом вы раздаете их людям, да? Да, если их приходят, они приходят, забирают. Ну, в последнее время, да, активно так забирают, конечно, животных. Летом в основном такой мертвый период, когда практически никто никого не берет. Наоборот, стараются избавиться от животных. Далее делегация направляется непосредственно в основной корпус здания станции по борьбе с болезнями животных. В гаражных боксах губернатор осматривает технику автомобиля, в том числе для отлова безнадзорных животных, снегоходы для работы специалистов в деревнях. И так вот в несколько смартфонах находится и все. Есть ураны, есть такая техника. В 2015 году станция по борьбе с болезнями животных перебралась в новое здание. Старая постройки 1956 года уже не соответствовала современным требованиям. А лаборатория, построенная до войны, и вовсе была аварийной. В новом здании расположился Виварий. Его обитатели баран, морские свинки, лабораторные мыши. И все необходимое, чтобы вовремя диагностировать и предотвращать опасные болезни. Лечебный корпус также оборудован всем необходимым, включая рентген, кабинет и УЗИ. Новое здание. Мы, конечно, очень были довольны позапрошенным годом. Новое здание замечательно. Когда мы сюда переехали со старого. Подводя итог экскурсии, глава региона отметил отличные условия для работы окруженных ветеринаров. Кроме того, Александр Цибульский не нашел повода для жалоб на содержание собак и кошек в пункте временного содержания. Мне показалось, что в целом они очень нормально себя чувствуют. У каждого отдельная конуратом, если брать собак, даже вроде как теплая. Кошки в отдельном помещении. Ну да, немножко пахнет, конечно. Это, наверное, специфика работы, ничего с этим не сделаешь. В завершении визита на встрече с коллективом сотрудники станции по борьбе с болезнями животных рассказали главе о своих проблемах. У нас есть большая проблема. Это дорога, которая ведет от развилки сюда. В этом году точно не начнем это делать, а в следующем году посмотрим. Я понимаю, где Сергей Хрисович показал по дороге. А клиенты? Проблема принята. Еще одна насущная проблема – нехватка кадров, особенно на селе. Чтобы привлечь специалиста в глубинку, его надо обеспечить не только работой, но и жильем. Кроме того, ветеринаров не хватает и в городе. По мнению главы, эту проблему решить проще, чем первую с дорогой. И, подводя итоги визита, глава НАУ отметил, что в округе немного учреждений такого уровня, которые оснащены необходимым оборудованием и отвечают всем современным требованиям. Ольга Русова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ненецкий округ получит из федерального бюджета дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников. Дотации бюджетам регионов России распределены в соответствии с распоряжением правительства. Всего субъектам федерации из резервного фонда выделено 20 миллиардов рублей. В казну Ненецкого округа поступит 15,8 миллионов рублей. Регионы получат федеральные средства на увеличение зарплат бюджетников в связи с плановым увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, с мая мрот должен быть доведен до уровня общефедерального прожиточного минимума – 11 100 рублей. В Ненецком округе к федеральному мроту будут применяться северные надбавки и коэффициенты. С 1 января мрот в России составляет 85% от величины прожиточного минимума. День открытых дверей пройдет в налоговой инспекции по Ненецкому округу 23 и 24 марта. В эти дни можно будет получить консультации по вопросам декларирования доходов, полученных в 2017 году, заполнить и предоставить декларацию в установленные сроки, скачать программу по заполнению декларации 3НДФЛ и получить другую полезную информацию. Напомню, в январе стартовала декларационная кампания, которая продлится до 3 мая. Налоговые декларации должны предоставить две категории граждан. Те, кто получил прибыль от продажи или сдачи в аренду имущества, дохода в виде выигрышей. Больше 4 тысяч рублей предпринимательской деятельности и тех, кто хочет получить налоговый вычет. Последняя категория граждан имеет право обратиться в налоговый орган в течение трех лет. Те, кто имеет доступ к сайту ФНС, к личному кабинету, и те, кто имеет доступ к сайту Госуслуг, могут самостоятельно зайти на сайт Федеральной налоговой службы, в свой личный кабинет, заполнить декларацию как в программке, так и онлайн отправить ее в налоговый орган. Заявление заполняется на возврат налога тоже онлайн. Предоставить декларацию о доходах, полученной в 2017 году, необходимо не позднее 3 мая 2018 года. Налог, исчисленный на основании представленной декларации, уплачивается не позднее 16 июля. Следующий этап «Дни открытых дверей» пройдет 23 и 24 апреля. Время работы инспекции в дни акции с 9 до 20 часов. В связи со значительным ростом заболеваемости ОРВИ по округу, в регионе введен комплекс дополнительных мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций и гриппа у дошкольников. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по НАУ, за медицинской помощью с симптомами ОРВИ на минувшей неделе обратились 662 человека. Показатель заболеваемости составил 150,6 на 10 тысяч населения. Специалисты Федерального надзорного ведомства отмечают превышение эпидемических порогов заболеваемости среди совокупного населения в целом по округу почти на 82%. По Наринмару и поселку Искателей почти на 33%. Чаще всего болели дети от 3 до 6 лет. В связи с этим Роспотребнадзор требует ужесточить утренние фильтры при приеме детей в детские сады с целью своевременного отстранения лиц с признаками респираторной вирусной инфекции, а также соблюдать в учреждениях температурный режим, графики проветривания, осуществлять дезинфекцию. Кроме того, территориальное подразделение Федерального ведомства обязывает приостанавливать воспитательный процесс на срок не менее 7 суток в детских садах при одновременном отсутствии в коллективе более 20% детей, заболевших гриппом ОРВИ вне больничной пневмонии. На сегодня в связи с ростом заболеваемости ОРВИ полностью приостановлен образовательный процесс в детском саду села Коткино в двух группах детсада «Радуга» и одной младшей группе детского сада «Ромашка». На благоустройство улицы Смедовича планируется привлечь федеральные средства. Общественная комиссия на заседании в администрации Наринмара выбрала центральную улицу города для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые проводит Минстрой Российской Федерации. Как пояснили в мэрии, всего на участие в этом конкурсе претендовали три городские общественные территории, благоустроить которые предложили сами горожане. Помимо улицы Смедовича в список потенциальных участников конкурса вошли проекты устройства лесозаводского парка и смотровой площадки в районе морского порта. Общественная комиссия приняла решение начать благоустройство Наринмара с его центра и представить на федеральном конкурсе проект обновленной улицы Смедовича. Максимальная сумма поддержки, на которую может рассчитывать Наринмар, 80 миллионов рублей. На конкурс необходимо подать уже готовые проекты. Детали благоустройства улицы Смедовича мэрия планирует обсуждать с горожанами. Для этого с 23 марта по 2 апреля администрация города будет собирать предложения граждан по благоустройству улицы Смедовича. Их можно направить почтой, принести лично в администрацию города или отправить по электронной почте. На Ринмаре стартовал очный этап регионального конкурса «Профмастерство. Профессионал года-2018». За звание лучшего педагога борется 31 конкурсант. Программа конкурса включает в себя различные испытания, круглые столы, тренинги, демонстрацию своих умений и опыта на открытых уроках. Окружные педагоги выступают в пяти номинациях – учитель года, руководитель года, воспитатель года, педагогический дебют и учитель родного языка. Итоги конкурса будут подведены в пятницу, 23 марта, на торжественное мероприятие, которое состоится во Дворце культуры Арктика. Безусловно, такие конкурсы очень много дают участникам, потому что идет поиск инновационных методов, технологий. Они смотрят, как другие участники представляют себя и многое могут для себя подчеркнуть. Это такой интересный творческий диалог, который, безусловно, обогащает каждого, кто принимает участие в таком конкурсе. Выпускники прошлых лет снова сели за парты. В Ненецком округе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Он продлится до 11 апреля. За этот период государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования планируют пройти 20 человек по 11 предметам. Площадкой для проведения ЕГЭ станет пятая школа. Сегодня прошли первые досрочные экзамены по географии и информатике. Из пяти заявленных выпускников к началу ЕГЭ в аудитории находились только двое из них. Впрочем, у опоздавших также был шанс попасть на экзамен. Результаты сегодняшних испытаний станут известны не раньше 2 апреля. Наибольшее количество выпускников будут досрочно сдавать русский язык и профильную математику 12 и 16 человек соответственно. Экзамен по русскому языку пройдет в пятницу 23 марта. Отмечу, что в этом году все контрольно-измерительные материалы для экзаменов печатаются в аудиториях в присутствии участников. Во всех ПП ведется печать кимов прямо непосредственно в аудитории. То есть нет у нас теперь бумажных экземпляров. Все печатается прямо непосредственно в аудитории перед учащимся. И потом сканируется прямо здесь в штабе и передается уже по назначенным каналам в РЦО и дальше. Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2018 будет работать горячая линия Рособорнадзора, где можно получить консультацию, касающуюся единого госэкзамена, а также телефон доверия ЕГЭ, куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании. Номера телефонов вы видите на своих экранах. Основной этап ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. Чиновники Ненецкого округа встали на скользкий путь. Накануне на ледовой площадке Дворца спорта «Труд» прошел товарищеский матч по хоккею с участием молодежной сборной НАУ, игроков ночной хоккейной лиги и сотрудников окружной администрации. За ходом матча с интересом наблюдал Тимофей Жуков. На арене Дворца спорта в этот вечер решался непростой вопрос. Что сложнее, владеть шайбой или управлять федеральной территорией? Сборной округа, составленной из взрослых игроков ночной хоккейной лиги, противостояла молодежная дружина НАУ, разбавленная региональными чиновниками. Под номером 15 за красную машину вышел на лед глава региона Александр Цибульский. На коньки в этот день встали и руководители окружных ведомств. Ну, это идея ночной хоккейной лиги, федерации хоккея, ледового дворца, администрации, устроить такой товарищеский мать для того, чтобы привлечь внимание к хоккею и к теме событий, которые произойдут в воскресенье. Ну, на майке все написано. В этот вечер все было как в жизни, а вернее в настоящем хоккее. Скорости, интрига, силовая борьба и даже удаление. Руководители департаментов в красной форме уверенно играли в пас, но не всегда поспевали за атаками соперников. Но желание победить было неимоверное. Ну, вообще, после школы у меня это пятая игра в этом сезоне. Ну, и вообще, в принципе, после школы. А правый нападающий. Вообще, очень интересно, супер. Организаторам спасибо огромное. Удовольствие неимоверное. Игра получилась щедрой на голы. Многочисленные зрители, особенно малыши, были в восторге. После финальной сирены на табло 4-3 в пользу молодежки. У победителей дважды отличился Дмитрий Дуркин. Впрочем, проигравших в этот день точно уж быть не могло. Подобные товарищеские встречи решено сделать традиционными. Слушайте, замечательная игра. Я помню, я играл, ну, когда совсем было, да, может быть, там, лет 10-12. Ну, начал раньше, конечно, лет с 7. Потом очень долго не играл вообще. И вот только здесь начал, там, 4 или 5 тренировок мы провели. И вот нам пришла в голову такая, откровенно говоря, авантюрная идея попробовать поучаствовать в этом матче. Я не хотел, честно говоря, согласился только, когда сказал, что давайте мы действительно, раз уж мы договаривались принять этот вызов и тренироваться, то давайте увидим, как мы играем сегодня, а через год попробуем продемонстрировать наши навыки, которые мы приобретем. Ну, и покажем пример другим, что на самом деле здоровый образ жизни, занятия спортом, они приводят только к положительным эмоциям, позитиву и хорошему настроению. На этом у меня все новости. До встречи в эфире. Далее смотрите прогноз погоды.